Приветствую вас, Лидия. Ну, читая ваш именно вопрос, да, вот то, что вы предлагаете два варианта по сути, или я не вижу дальше своего носа, или смириться, вот читая это я понимаю, что, в общем-то, как это ни странно и ни парадоксально, на мой взгляд, вы не хотите выходить из своего текущего положения, и вот почему. Что если ни то, ни другое, то есть и не то, что вы не видите дальше своего носа, и не то, что вам с этим нужно смириться, не является ответом и выходом. из этой ситуации. Дело в том, что... Что значит не вижу дальше своего носа? Что это значит? То есть вы не видите другого выхода из ситуации? Ну, да, возможно. Но почему вы не видите выхода из ситуации? Потому что для вас выход неприемлем. Вот. К примеру, неприемлемо не работать. К примеру, возьмем чуть глубже, не образовать ожиданий своих родителей, в частности своего отца. С этим вы можете поспорить. Но это моя гипотеза только. Так. Неприемлемо, к примеру, позволить себе расслабиться, делать что-то для себя не только ради отдыха, но и в качестве основного занятия. Понимаете? Это вопрос... Вопрос, скорее, не... того, не вижу ли я дальше своего носа или мне нужно смириться. А это вопрос... стратегии жизни. Которую, кстати, вы довольно точно описали как... ступик. Есть такая игра психологическая, она называется ступик. Вы можете изучить ее в интернете. Она идет рядом с игрой пневмена. Это... Это... Такие игры, которые... через... через... наказание... человеком... самого себя... через негатив... по отношению к самому себе... эээ... получается, что это что-то... для себя... приобрести выгодное. Проблема в том, что... эээ... путь... к своей выгоде... он... только... такой. Ну вот, эээ... давайте для примера возьмем... эээ... просто для примера, для... для... иллюстрации, я не говорю, что это... ваша... ситуация, я могу ошибаться по поводу того, что это ваша ситуация. И вообще, я просто... эээ... даже не гипотезу сейчас подвигаю, я просто беру... за основу... эээ... какие-то факты, которые вы... эээ... эээ... привили, и... дам такую вот, небольшую... эээ... эээ... ну, небольшую историю, небольшую зарисовочку. эээ... суть ее сводится... к следующему. Вот, эээ... вы... эээ... с детства... испытывали... эээ... ну, некоторое давление... давление... срываться. Вот. Чувствовали, что... должны... оправдать... его... ожидания. Чувствовали свою вину перед ним. Чувствовали... ээээ... какое-то его... недовольство вами. Чувствовали, что он постоянно... вас что-то требует. И чувствовали себя... какой-то не такой, если... вы этого, условно говоря, не... ээээ... либо не делали, либо не могли сделать. И... эээ... так вышло, что на протяжении жизни... эээ... вы... стремились... к дому, чтобы... папа... эээ... был доволен. эээ... чтобы он... эээ... был... счастлив. чтобы... ему было... хорошо. Это... то, что... вы... пытались... сделать... на протяжении своей... жизни. и... эээ... когда... эээ... вы пошли... эээ... 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 к которому... вас... при... ээээ... привела... привела... серия... ну или... череда... неважно... отсутствие выборов... когда... снова и снова в вашей жизни... ээээ... нев aumento выбора. эээ... снова и снова... в вашей жизни... вы могли не выбирать. но вы и снова в вашей жизни... Вы могли не принимать каких-то решений, снова и снова в вашей жизни вы могли просто подчиниться каким-то обстоятельствам. И я думаю, что это как раз та стратегия вашего поведения, та стратегия по вашей жизни, которая в конечном счете, в конечном итоге должна привести к тому, что у вас не останется выбора, кроме как сказать там, грубо говоря, папа, что смотри, я же, ну, я пытаюсь, смотри, я стараюсь, у меня ничего не вышло. И теперь, когда у меня ничего не вышло, я могу делать то-то, то-то, то-то и тот. Но я могу делать это только, когда я нахожусь в тупике. Только когда я нахожусь в тупике, я могу, ну, я могу принять какое-то решение, только когда я нахожусь в тупике. Когда я не в тупике, когда я не нахожусь в тупике, я не могу, не могу принять, не могу принять какое-либо решение. И вот это самое неприятное. Понимаете, какая штука? Это самое грустное, что только без возможности выбирать, по сути, по факту, только без возможности выбирать. Вы можете принять какое-то решение, ну, принять какое-то решение, вот, которое будет соответствовать вашим интересам, возможно. Только когда вы будете уверены в том, что никто вас не осудит и все уверены, что по-другому было нельзя. А пока есть вероятность того, что по-другому было можно, вы будете делать то, что хотят другие. Вот. И если все, что я сказал, это правда, если все, что я сказал, это действительно правда, если все, что я сказал, это правда, то в таком случае я бы сказал, что вам нужно постараться увидеть факт того, что вы в эту игру играете. только тогда, когда вы увидите факт того, что вы играете в эту игру, вы сможете для себя что-то сделать. не по-другому. Только так. То есть, вначале. Вы увидите игру потом, потом вы увидите выгоду, выгоду свою, которую получаете в результате этой игры. и только после этого уже вы сможете что-то поменять в свою жизнь. Собственно, что еще я хочу сказать. То, что в вашем вопросе, как это, не парадоксально, отсутствует вопрос. Ну, то есть, его по сути нет. Ни то, ни другое, я имею в виду из того, что вы называете, не соответствует действительности. Ни то, ни другое. Вот. Это очень важный момент, как мне кажется. Вот. Потому что вы либо понимаете, что мыслите, мыслите вообще, ну, не в очень верном направлении. И соглашаетесь, например, с тем, что, ну, что сами-сами не справляют если вам нужна помощь. Или вы, ом, продолжаете, ом, двигаться, вот, по, вот этой вот стратегии жизни, которая, ом, приводит вас к тупику, ну, вот, ради, ом, кратковременных моментов расслабления. Вот. Также я не исключаю то, что вы склонны себя обесценивать, я не исключаю то, что вы склонны себя принять, я не исключаю того, что вы привыкли в какой-то степени сдерживать свои чувства, вот, я не исключаю того факта, что в какой-то степени вы, ом, ну, привыкли сдерживать, не слушать себя, вот, обесценивать себя и так далее. То есть, вот, как бы, ну, вариантов здесь, может быть, довольно много, довольно много, ну, довольно большого количества, может быть, здесь вариантов. Вот. И, это тоже то, что нужно корректировать на мой, по крайней мере, регуляр. А, насчет, первое, первое, на что нужно обратить внимание? Вот, в первую, в первую, в первую очередь. Вы пишите, у меня нет моральных сил, или все меньше моральных сил. Коли так, что ваши моральные силы куда-то на что-то уходят, уходят. И, задача, задача, э, ну, наша с вами задача. Понятно, на что уходят все силы. Потому что, можно ведь, э, заниматься какими-то делами, не самыми, э, мягко говоря, приятными. Но, при этом, можно не тратить свои, свои моральные силы. А, у вас, получается, что они тратятся. И, вот, то, что я хочу, чтобы вы постарались увидеть, это, куда они уходят. На что они уходят, на что вы их тратите. Это ваше. Эм.. 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 На этом все.. Эм.. Я надеюсь, что помог вам, я надеюсь на вашу обратную связь. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.